Операция «Висла» 70 лет назад стала кульминацией депортации украинцев, проживавших на польских землях. Жертвами этнической очистки коммунистического режима оказались более 150 тысяч жителей Закерзонья. В апреле 1947-го их вырвали с малой родины и переселили на северо-запад Польши. Главная цель была стереть память об их национальной принадлежности. В 1944 году коммунистическая Польша и Советская Украина заключили соглашение обмен населением приграничных районов. Люди не хотели покидать свои дома. Это вызвало очередной всплеск сопротивления украинского подполья. Чтобы лишить УПА народной поддержки, коммунисты весной 1947-го приступили к решительным действиям. Это Закерзонья, этнические украинские земли. После присоединения Западной Украины к Союзу перешли в состав Польши. Режим решил расселить украинцев в северо-западное воеводство на территорию, полученную после войны с Германией. Два часа на сборы давали украинцам, паковали на вазы, под дулами автоматом вывозили. Если оказывали сопротивление, сжигали ночью целые села. Приехав на немецкие земли, по сути, люди оказывались без средств к существованию. Насильственное переселение назвали операцией «Висла». Историки считают, целью на самом деле была не борьба с УПА. Коммунистическая власть устроила чистку, чтобы окончательно решить украинский вопрос. В межвоенной Польше украинцы были по численности вторым нацменьшинством и первой национальной проблемой. Так, для ассимиляции с апреля по октябрь 1947-го депортировали 150 тысяч человек. Не более трех-четырех семей в одно село. Подозреваемых в сотрудничестве с повстанцами расстреливали. А в концлагерь в Явожно отправляли непокорных крестьян, которые пытались вернуться домой. Спустя много лет, в 90-м году, Сенат Польши признал операцию «Висла» преступлением тоталитарного режима. В свое время президент Квасневский, выступая в связи с очередной годовщиной, тоже осудил и принес извинения от лица польского народа. Журналист известного международного издания PoloNews сожалеет о том, что некоторые организации как с украинской, так и с польской стороны спекулируют на этом вопросе. По его мнению, это вредит двусторонним отношениям, ведь сегодня Варшава всячески поддерживает Украину и в борьбе с российским агрессором, и в стремлении стать членом Евросоюза. Мы видим, насколько возрастают попытки системных провокаций подорвать двухсторонние отношения и не только Украина-Польша, но и Украина-Израиль, Украина-Германия. Очевидно, обвиняем в этом только коммунистическую власть. И хорошо, что польский народ уничтожил эту власть. Поэтому польским исследователям следовало бы проводить такие же обсуждения для того, чтобы и в польском обществе с польскими гражданами это никогда не повторилось. Дать адекватную правовую оценку событиям 70-летней давности призывают своих польских коллег украинские историки и политики. Считают, нужно совместно преодолеть тоталитарное наследие, чтобы подобные акции впредь не повторились. Марьяна Макада, Тимофей Сорокин, UAT.